Румина, Саша, скажите, пожалуйста, я вот наблюдала в течение нашей поездки, как вы активно готовились к этому суду, и так печально, так ждала ваших выступлений блистательных, ну вот, и не все получилось. Расскажите, пожалуйста, что вы, о чем вы жалеете, что не удалось произнести, что бы вы хотели донести, того, что, допустим, суд не знает, но так сложилось, что не спросили, что вы считаете важным? Я начну. Да, конечно, как предполагалось. Ну, самое главное, на что мы хотели обратить внимание, это нарушение прав последователей верующих решением суда. Почему мы, в принципе, и написали конституционную жалобу? На наш взгляд, решением суда нарушаются те права, которые закреплены Конституцией Российской Федерации и другим законодательством. Самое первое, с чего хотелось бы начать, это мы видим, что решение способствует тому, что учение наше порочится. Много лжи, много неправды, много различных домыслов и фантазий, искажений. И, к сожалению, суд отказался, на наш взгляд, детально рассмотреть ряд обстоятельств и склонился к стороне истца прокуратуры, которая обвиняла Церковь Последнего Завета в многочисленных нарушениях. Взяв эту позицию, сделал суд выводы о том, что наше учение способствует нарушению прав граждан. Соответственно, получается, при таких выводах априори все последователи верующие также являются нарушителями. Мы понимаем, что это не соответствует действительности и той жизни, которая реально у нас существует. Соответственно, это не может не задевать чувства верующих, это не может не волновать нас. Соответственно, это один из тех аспектов и моментов, которые, в общем-то, мы считаем неверными и существенным нарушением просто наших прав. Как граждан России, которым дано право верить хоть в кого, при этом все равны и перед законом, и перед судом, и никто не должен подвергаться никакой дискриминации. Однако этого мы не видим. Следующий момент. В продолжении темы лжи еще хотел бы сказать, что всем известен, наверное, такой термин, как клевета. Так вот, клевета – это и есть распространение недостоверной информации о каком-то явлении, о человеке, о событии, в частности, об учтении в том числе. И такое деяние, оно подпадает под ответственность уголовного закона, статья 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следующий момент, который существенно нарушает права верующих. По статье 19 Конституции Российской Федерации, граждане России равны перед законом и судом. И это равенство не может никаким образом нарушаться, вне зависимости от каких-либо условий, религиозных убеждений, цвета кожи, идеологических каких-то соображений и так далее. Что же мы видим? Если посмотрим на мотивировочную часть решения суда, то в ней суд зафиксировал приблизительно следующие фразы. Сейчас я не буду зачитывать, просто попытаюсь сказать, суд – проблема. Суд критически относится к показаниям всех свидетелей со стороны ответчиков Церкви Последнего Завета, так как они являются последователями. Первый посыл. И при этом возникает вопрос. При таких фразах, зафиксированных в решении суда, соблюдено ли право равенства прав сторон перед судом и перед законом? Если суд сам делает такой вывод, что он критически относится к замечаниям повседователей, так как они верующие. И дальше идет фраза «и заинтересованы в том, чтобы сохранить Церковь Последнего Завета и тот образ жизни, который ведут верующие». И в этом суд увидел порог. На наш взгляд, это выпивающее нарушение всех основ равенства прав граждан перед законом и судом. По религиозной принадлежности, по религиозному признаку. И получается, в этой связи, если решение у нас уже вступило в законную силу, соответственно, создан прецедент, когда мы уже будем с недоверием относиться к судебным инстанциям, потому что вот эта приюдиция, которая сейчас произошла, то есть вот закрепление вот этой интересного вывода вот этого суда, оно говорит о том, что куда бы я лично ни пошел, в какой бы суд, то мои показания как свидетеля, к примеру, да, они также будут критично восприняты любым судом, так как я верующий человек. А сейчас происходит уголовный процесс в Новосибирске в отношении наших друзей и учителя. И мне тоже бы хотелось бы там выступить в качестве свидетеля со стороны защиты, естественно. Но при таком раскладе, о котором я сейчас только что сказал, возникает недоверие к суду и возникает опасение, что любые показания мои, любые мои друзей, которые являются последовательными верующими, они не будут приняты во внимание, и также суд может критически отнестись к этим показаниям и не принять их во внимание при внесении приговора. А вообще, есть такая формулировка в законе? Какая? Что если люди заинтересованы, то не принимаются их показания. Для меня это вообще вызывает удивление, что происходит. И более того, если коснуться еще деталей, все свидетели по процессуальному законодательству, перед тем, как давать показания, дают расписку за ответственность от задачи ложных показаний, отказ от задачи показаний. Предусмотрена уголовная ответственность. То есть, все свидетели предупреждены. Однако суд, невзирая на это, говорит о том, что мы неискренни. И он критически относится к нашим показаниям, подчеркнув, по религиозному признаку. И это существенное нарушение норм права, по которому... Дискриминация. Да. Уже, собственно говоря, должно отменяться такое решение суда и возвращаться на новое рассмотрение. Но сегодня это не было сделано, да? Сегодня это не было сделано, но, в принципе, об этом ребята, которые выступали, говорили, но не сакцентировали внимание на нарушение прав правенства сторон перед законом. Но ничего страшного. Это мы сейчас говорим просто о том, что бы мы хотели дополнить и какие акценты расставить. Следующий момент. Вот, Румена сказала слово дискриминация. Отсюда из того, что я сейчас попробовал объяснить, вытекает. Действительно, дискриминация. Это и есть нарушение равенства прав сторон перед законом. И ответственность за эту дискриминацию, ответственность предусмотрена 136 статью Уголовного кодекса, где говорится о том, что по религиозному признаку в частности, никакие права граждан и свободы не должны попираться, ущемляться и так далее. В нашем случае все наоборот. Следующий момент, на котором тоже хотелось обратить внимание. У нас же административный процесс. Обвиняют юридическое лицо, организацию в том, чтобы было ряд нарушений административных. Но дело-то в том, что такие дела должны слушаться в суде по принципу применения норм о презумпции невиновности, которые закреплены в статье 49 Конституции Российской Федерации и 1.5 статья такая, Кодекс административных правонарушений, где четко говорится о том, что никто не может быть привлечен к ответственности, если его вина не будет доказана в установленном законном порядке. Если же будут какие-то сомнения в вине какого-либо лица, то все сомнения толкуются в пользу подозреваемого, обменяемого или другого лица. В нашем же случае почему-то все наоборот. И развивая также эту тему, очень бы хотелось бы, чтобы принципы правосудия, которые, в принципе, и закреплены в законах, в федеральных кодексах, это объективность, справедливость, непредвзятость. Их много, которые основаны на определенных ценностях. Да, на равенство прав сторон и так далее. Они бы действительно, на них бы опирался суд. Но, к сожалению, мы не видим, что суд опирался именно на эти принципы, а не базовые. Об этом мы тоже хотели бы сказать. Что все те обвинения, которые положены в основу ликвидации церкви, их было пять. Если я сейчас на память вспомню, это приблизительно развал семьи, способствование развалов семьи, нарушение нравственных основ, это применение психотропных средств и психологической манипуляции, гипноза и прочего. Это якобы разрешение половой разношенности, то есть вступление в близость до 18 лет и воспрепятствование выходу из религиозной организации. Принуждение к передаче имущества какого-то. Я попробовал сформулировать, может быть не совсем точно, но что хотелось бы сказать, что ни по одному из пунктов не представлено четких прямых доказательств, что эти правонарушения были. Есть только мнение, есть только суждение. Это же получается, если нет конкретики, то это идет осуждение, нарушение духовного закона, не только конституционного. Соответственно, если брать принципы, которые заложены в основе всего судопроизводства, в частности то, что я попытался сейчас объяснить, и презумпция невиновности, то здесь этот закон почему-то в нашей ситуации не работает. И мы говорим о том, что на наш взгляд так же происходит дискриминация по религиозному признаку. Почему и нет. Вот на лицо мы видим три инстанции, мы прошли, и везде мы получаем отказы. Хотя нарушение существенное нам право. В соответствии с кодексом административного судопроизводства, чтобы отменить решение суда и отправить на новое рассмотрение, нужно установить, что суд существенно нарушил нормы права, сделал неправильные выводы, не соответствуют обстоятельствам дела, и неправильно применил нормы права. Собственно говоря, вот именно эти базовые вещи мы хотели показать. А таким решением, которое сейчас существует и вступило в законную силу, мы видим, таким решением напрямую сейчас ущемляются права верующих. В чем это выражается? Но не секрет, что у нас есть много проблем в Черемшанском сельсовете, связанных, например, с земельными вопросами. Старый генплан у нас ликвидирован по решению суда, новый и с большими проблемами сейчас как-то пробуют что-то с ним сделать. Но при этом у нас есть беспокойство о том, что некоторые земли могут поменять свое назначение, не будет противопожарных разлёдов вокруг деревень, которые находятся прямо рядом с Лайбой, люди проживают, и не выделяется ряд земельных участков практически во всех деревнях, кроме Петропавловки. Следующий момент – это воспрепятствование представления интересов последователей в органах власти. Андрея Константиновым лишили депутатского мандата. Да, там можно было формально зацепиться, так сказать, но так строго сразу отнестись к этой ситуации, где он в декларации что-то не совсем корректно указал или забыл указать. Но на мой взгляд это очень жёстко. Блокировка выборов главы Черемшанского сельсовета. Дело, по-моему, в настоящее время ещё будет слушаться в Куракинском суде. И калуарно мы слышали такие разговоры, где говорилось о том, что представлять интересы власти должны не последователи, а местные жители. Разве это не есть ущемление прав, наших прав по религиозному признаку? Закрыты наши школы, частные школы, в которых учились дети-последователи Черемшанки и Перспективы в Истоке. Нам препятствуют проводить праздники. Нас постоянно под контролем у различных органов. Разве это не воспрепятствование, опять же, правам, свободам обычных граждан, которые, опять же, я лично считаю, что это, опять же, идёт ущемление прав по религиозному признаку, по религиозной принадлежности. Ну, собственно говоря, вот такие вот вещи мы бы хотели донести до суда, озвучить нашу позицию, что со стороны должностных лиц, государственных служащих, государственных органов допускаются вот такие новые нарушения. Румина, ты хотела бы что-нибудь добавить? Ну, у меня очень большое, наверное, будет добавление. Не знаю, может быть, его сделать так. Я намеревалась в своём выступлении, помимо упоминания статей, которые нарушаются в рамках данного судебного процесса, предложить всю, то есть, кассацию, которая была, в общем, написана нами, да, составлена. Это практически 14 листов. На примере собственного, в общем-то, опыта, поскольку мы подавали как частные лица, продемонстрировать суду, насколько всё это абсурдно выглядит при, значит, перекладывании этих образов на конкретных личностей, в данном случае на меня, да. Я пыталась, намеревалась именно таким образом построить своё выступление. Значит, первое, о чём уже упомянулось, и это действительно устроитель церкви эту тему упомянул, о третьей заповеди, что нас фактически обвиняют автоматически, отправляя всех последователей, да, не только тех, кто свидетельствовали в суде, но то есть сам факт того, что в нашем учении существует заповедь третья, ложь во благо, которую мы все знаем, те, кто читали последний завет, что она трактуется только в двух основных аспектах, да, это сказки, сказочные образы, второй аспект связан с невозможностью в определённый момент донесения какой-то информации, чтобы человека не уронить, в силу, может быть, слабости здоровья или эмоционального состояния. Например, о смерти близкого человека. Да, о смерти близкого человека, что человек может не выдержать, то есть в заботе о человеке. Эти два аспекта в касации мы подали со ссылками, где у суда была бы возможность найти подтверждение этой нашей точки зрения. А так получается, что когда это принимается в чистом виде, сам факт наличия упоминания ложь во благо, автоматически всех нас, если по официальной версии нас 15 тысяч в мире существует, каждый последователь априори по факту того, что он верит вот в эту заповедь, становится уже свидетелем. То есть если брать во внимание умозаплючение. А это относится, как было уже упомянуто, к дискриминации по религиозному признаку должностными лицами, вот там даже есть такая формулировка, с использованием своего служебного положения. Это закон, значит, статья 136 УК РФ. В полном объёме по отношению к нам это проявилось. Значит, следующее, о чём я намеревалась говорить, о том, что в нашей общине отсутствует контроль поведения, то, в чём нас обвиняют якобы эксперты. Ну, честно говоря, я намеревалась довести до абсурда этот образ, чтобы было понятно, насколько это, мягко говоря, глупо звучит, потому что у нас не существует контролирующих органов, никто не заглядывает в окна и не проверяет, спите вы или не спите, у нас нет полиции нравов, которая бы проверяла там, ну, мы всё-таки там не мусульмане, у нас нет требований к внешнему облику. И все эти ссылки, в которых подтверждалось бы отсутствие такого контроля, мы также в своей касации представили. Где-то я даже намеревалась, ну, сделать такой, как бы, посыл к тому, что не создаёт ли такого рода акцент в данном процессе попытку создания прецедента, чтобы в дальнейшем воздействовать, допустим, на традиционные религии. Мы знаем, что есть царство силы, которое вообще не принимает, да, Бога или веру ни в каком виде. Я не могу сказать, для чего делается это. У нас действительно нет этого контроля. Но в православии, в общем-то, даже Андреем Кураевым в своём интервью упоминалось, что вот бегущей строкой на телеканале «Спас» оговариваются дни там, когда возможны интимные отношения, да, у православных, когда невозможны. То есть в других религиях такой жёсткий контроль существует. Можно предположить, что этим процессом создаётся прецедент для дальнейшего давления и на традиционно принятые в России религии. Сказать точно мы этого не можем. Но такого контроля у нас действительно нет. Следующая тема, о которой я полагала, что важно сказать, это применение НЛП-практик и всевозможного воздействия, в котором нас, опять же, обвиняют. Упоминаю о том, что под воздействием этих практик, что мы находимся в условиях изоляции, искусственной реальности, потеря собственного «я». Вот, но другого способа, как просто сказать о себе, что я являюсь там педагогом высшей категории, имею учеников там, которые участвуют в конкурсах. И очень многие люди у нас, в общем-то, вообще имеют грамоты, да. Наши дети ездят на фестивали, там, наши ребята участвовали в универсиаде. То есть у нас есть примеры документально оформленные, доказывающие обратно, что мы не закрытое какое-то объединение, а как раз, наоборот, готовые дарить плоды своих усилий вовне. И здесь же я намеревалась упомянуть тему, скажем так, якобы существующей дискриминации женщин, невозможности реализации творческой в нашей общине и вообще ущемления прав женщин. Потому что я считаю, что в нашей общине как раз максимально созданы возможности и для участия женщин в творческих кружках, развития себя. То есть вот наш даже эстрадный симфонический оркестр, в котором всего одна треть является профессиональными музыкантами, остальные это люди, которые нашли себя здесь в творчестве, да. То есть как раз об этом мы говорить можем смело, потому что там и большая часть оркестра женщины, правильно, Саша? Вот, то есть примеры из нашей реальной жизни я намеревалась привести. Следующий момент, конечно, ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Упоминается образ женщины, как бы верующей последнего завета, как некой такой рабыни. Ну, я хотела задать вопрос, можно ли на меня глядя сказать, что я нахожусь в рабском положении, какая-то задавленная общиной или своими религиозными убеждениями женщина. Мне кажется, в этом смысле, конечно, ну, видите, не дали мне возможность задать вопрос этот судьям. Вот, ну, значит, следующая тема, которую я намеревалась озвучить, это, конечно, то, что, кстати, было озвучено прокурором в качестве обвинения в наш адрес. Вот, к сожалению, ребята, вот, адвокаты, и Андрюша эту тему, ну, не успел озвучить, но она не была озвучена. Это упоминание обряда священной крови. Это вообще единственное более-менее конкретное упоминание, которое вообще даже есть в экспертизе, конкретное действие. И мне хотелось здесь, опять же, доведя до абсурда, предложить задуматься судьям, могут ли люди, которые вспели красивые псалмы, песни, держались за руки, там, славили Бога, разойтись и вдруг впасть, неожиданно впасть в состояние депрессии, значит, состояние потерянного я, испытывать какое-то сложное состояние. Ну, даже просто, если представить, что люди водят хоровод, поют красивые песни, такое состояние у психически здорового человека возникнуть не может на пустом месте. И задать вопрос, кого конкретно, какую группу последователей, исследовали эксперты, что сделали такой вывод? Естественно, никаких таких исследований сделано не было. Это абсолютно безосновательные утверждения. Но, однако, они почему-то приняты и судом первой инстанции, и судом второй инстанции. Вот. Ну, и мы в данном случае считаем, что этот вывод, опять же, не может просто у здравомыслящих людей, вообще, какое бы то ни было, найти, ну, скажем так, одобрение. Значит, следующее, вот я вам скажу прямо, что на следующую тему я сама лично провела очень серьезное исследование. Это в связи с тем, что, кстати, опять же, озвучил прокурор, и на что, к сожалению, ни у адвоката, ни у нашего, значит, представителя не было комментария. Это тема упоминаний гипноза. Я скажу честно, я исследовала специально труды Бехтерева, значит, Бакирова, сейчас скажу еще там американца одного сейчас, да, Эрика Эриксона. Специально исследовала и понятие, что такое нейролингвистическое программирование, и что такое гельштадт-технология разговорного гипноза, и вообще понятие гипноз. Все они сводятся к тому, что я относительно себя лично вообще никак применить не могу, и очень многих верующих, потому что все они предполагают, первое, что человек, значит, принявший какую-то информацию, должен обязательно столкнуться с источником информации. То есть без того, чтобы мы там, допустим, встретили личного учителя, услышали его, там, доверились ему, впали в какое-то такое расслабленное состояние транспорса, принять информацию, значит, без этого, если это действительно гипноз, было бы невозможно. Но перекладывая этот опыт на себя и очень на многих последователей, я понимаю, что я Виссариона услышала через пять лет после того, как уже была последователем, уже для себя приняла учение на основании того, что прочитала. То есть физически возможности осуществить эту сугестию, ну, перевожу слово внушение, у Виссариона меня не было никак. Также очень многие другие последователи. Я уже ролик на эту тему выпускала, но я предполагала, что у меня будет возможность в суде эту тему развить, чтобы быть оппонентом тому, что озвучил прокурор. К сожалению, такой возможности не случилось. Далее, значит, ну, эта тема была раскрыта неплохо. Тема обвинения в разрушении семьи. Значит, ее относительно подробно озвучили. И о том, что семьи, о которой упоминались, они по факту не были разрушены. О том, что, в общем-то, все эти исследования и данные, они не соответствуют действительности. Ну и опять я могу сделать предположение, когда так активно педалируется тема отказа от традиционных ценностей, что понимается под понятием традиционной ценности. Мы также, как, в общем-то, Конституция Российской Федерации, предполагаем брак как союз между мужчиной и женщиной. Сами эксперты признают, что, значит, учение не поощряет однополые отношения. Так какие традиционные ценности нарушают наше учение? Это вопрос уже тогда к самим экспертам, потому что, в общем-то, у нас, в нашей стране, не существует, значит, такой единой избранной идеологии. И только христианская идеология, в общем-то, она отрицает всякую возможность, допустим, полигамии. Да, все остальные традиционные религии, мировые и даже национальные, они как раз в традициях этих религий многоженства было. То есть, о какой традиции в данном случае тогда идет речь? То есть, это тоже непонятно. Конечно, на эту тему возможности выступить у меня тоже не случилось. Далее, значит, тема, связанная с концом света. Ну, и воспрепятствованием выхода из общины. Здесь мы тоже порадовались тому, что Константинов Андрюша, он упомянул двух свидетелей обвинения, чьи показания... Ну, одно дело, мы такие вруны, вы же свидетели. Но когда даже свидетели обвинения фактически подтверждают нашу точку зрения, а это Денис Коробков и Мурат Батыров, они говорят о том, что им никто не препятствовал выходу из общины, они совершенно спокойно уехали и их не уговаривали остаться. Даже в том случае, когда это свидетели обвинения подтверждают, та точка зрения, которая не соответствует обвинению, она просто не принимается во внимание судом, к большому сожалению. Значит, и вообще, как бы я предполагала зачитать конкретную цитату, как вот педагог, который ведет основы духовно-нравственной культуры светской этики и изучал, в общем-то, отдельно каждую религию. Я могу сказать точно, что в любом религиозном учении существует идея исключительности именно этого учения в условиях конца света. Вот выживут только представители нашей религии. Там мусульмане говорят о себе, христиане говорят о себе и так далее. И только в последнем завете я предполагала, что я зачитаю эту цитату. Есть цитата, которая звучит следующим образом. Я надеялась впечатлить суд этим, но, к сожалению, мне не удалось о том, что... Значит, так, что-то я не мог найти эту страничку, но звучала она так, что... Значит, вот, давайте я все-таки зачитаю. Спасутся многие мусульмане, спасутся многие индусы, спасутся те, кто искренне исполняют любовь, добро, мир, что заповедано Богом. Со ссылками на описание я предполагала прочесть это утверждение, чтобы не было вот этого, знаете, ограниченного представления о нашем вероучении. Плюс предполагала озвучить, что вообще идея конца света в нашем понимании не выглядит так, как она выглядит во многих учениях, как конец жизни, да, что это некий переход из ограниченного царства силы в царство души. И что на эту тему есть фундаментальный труд, время поворота, который переиздан в этом году в городе Балашове, и что если у суда есть интерес озвучить, но интереса, по-видимому, ни у кого нет. Значит, ну и, конечно, очень важная тема, которая связана для меня, как для мамы, в общем-то, с таким понятием, как воспитание внутри семьи, где нас фактически обвиняют в поощрении педофилии, то есть со ссылками на определенные страницы 197-198 в решениях суда первой инстанции озвучивается тема того, что мы якобы поощряем интимные отношения с несовершеннолетними. Сразу хочу оговорить интересную вещь. Об этом наши адвокаты и наш представитель сказал в суде о том, что экспертиза противоречит сама себе в многих пунктах. И самый главный пример как раз связан с этим, что на странице 197 лингвист пишет следующее. Я просто зачитываю точную цитату, которая говорится. То есть лингвист не обнаружил ни одного текста, где хоть как-то несовершеннолетние упоминались бы в связи с возможностью интимных отношений. Каким-то образом в конце экспертизы, там на 318 странице, другой эксперт делает вывод о возможности такого рода отношений. И знаете из какой логики? Потому что, видите ли, у нас в доктринальных текстах он не обран наружу четкого определения, что такое несовершеннолетний. Как будто наше писание это энциклопедический словарь или, я не знаю, какой-то кодекс правовой, который наделяет дееспособностью или правоспособностью. Но если брать этот принцип, то любая партия, нет понять определения несовершеннолетних, значит вы за педофилию. Ну так можно сказать и про Единую Россию, и про любой документ, и про любое учение. Значит, достаточно подробно была озвучена идея о принуждении к отчуждению имущества. В общем-то, были ссылки указаны о том, что в нашем учении такого принуждения нет. Достаточно подробно Андрей об этом сказал. Я, честно говоря, даже не вижу необходимости повторяться. Но еще раз хочу озвучить, что ни один из пунктов обвинения доказан не был. Ни одного химического, медико-химического анализа, доказывающего того, что у нас используются психотропные или наркотические вещества, в суде не представлено. Ни одного уголовного процесса, подтверждающего возможность педофилии или вообще какие-то признаки насилия, не предлагается. Если говорится о разрушении семьи, никакой статистики. Вот можно было бы принять во внимание, что да, вот в общине семьи разрушаются. Если была бы представлена статистика по России, допустим, по Курагинскому району, а вот в общине Виссариона, вот все поголовно разводятся. Но это были бы хоть какие-то доказательства. То есть ни одного документального, подтверждающего факта в суде не исследовано. Исследовано. Единственное, что представлено, это умозаключение людей, которые вообще никогда не были, нашу деятельность не знают. А экспертиза, в общем-то, комплексная, которая проводилась в течение 20 лет, она во внимание судом, к сожалению, не принята. Об этом тоже упомянулось. Это экспертиза представителей Санкт-Петербурга. То есть это экспертиза, причем, оказывается, они получили на нее грант, то есть они действовали в соответствии с определенным посылом. Уровень образовательный этих экспертов гораздо выше, чем те, кто делал экспертизу от СФУ. Они имеют право на такую экспертную работу. Однако она принята во внимании не была. Еще такой момент, который был озвучен, в общем-то, я была рада, что эту тему подняли, это то, что экспертизы, медицинские экспертизы в отношении Мизгирева и Кистерского сделаны, в общем-то, недобросовестно. О том, что связи между церковью и наличием у них якобы каких-то диагнозов действительно в рамках суда не доказано. Более того, период, который упоминается, там даже Андрюша упомянул о том, что в период, на который ссылаются, допустим, Кистерский, он вообще находился не в общине, а находился в Израиле. То есть в данном случае, где он получил эти проблемы со здоровьем, в рамках этого суда не исследовалось, а следовательно и нам навязать вот такого рода воздействия тоже нельзя. Какое отношение к этому имеет церковь Последнего Завета, суд не доказал. Как и многое другое. Спасибо, ребята. Вы пояснили очень многие вещи. Давно все хотели что-то знать, потому что наши адвокаты как бы не дают такой подробной информации. Вы мне скажите, пожалуйста, то, что произошло в суде, как-то повлияло на ваше настроение, на ваше желание продолжать защищать ребят, нашу церковь? Видите вы хоть какие-то перспективы в этом вопросе? Или это уже просто нужно развести руками, принять смиренно, или что, уже ничего не сделаешь? Ну, мы уверены, что нужно идти до конца. Правда восторжествует. Наша задача делать то, что должно. И будь что будет, в данном случае у нас нет подавленности. Даже в момент, когда нам объявили, что наша касация отклонена, мы об этом услышали прямо в зале суда, мы были удивлены. Но, по-видимому, уже имея вот этот настрой победителя, сбить его вот на сегодняшний день, я иду абсолютно с готовностью двигаться дальше. Ну, с верой в победу. Никакого разочарования абсолютно я тоже не испытываю. И потом, наверное, уже принята та ситуация, что так много лжи и неправды и нарушений, что этому уже просто не удивляешься. Не удивляешься. И у нас же есть интересная подсказка, образ которой у меня такой, что мы, по идее, мы не должны оправдываться. Если посмотреть на основы, о которых я говорил, законодательство, презумпция невиновности, в принципе, совпадает. Тот человек, которого обвиняют, должны доказать тех, кто обвиняет, что он преступник. Понимаете как? А у нас получается все наоборот. То есть мы должны доказать, что мы не преступники или не правонарушители. И это, ну, какой-то, я не знаю, изъятные законы, что исключение из правил. Глобальный абсурд, который надо принять, улыбнуться, делать свое дело дальше. Самое главное дело – делать дело. И верить в победу просто здравого смысла, светом и любви в наших сердцах. Да. Спасибо большое. Спасибо.